В нашем фильме «Правдивые легенды» есть интервью с летчиком, который управлял самолетом, на котором перевозили мертвого гиганта из Афганистана. Все это происходило в 2005 году. Голос летчика. Во время нашей войны в Афганистане подразделения спецназа США занимались поиском членов движения «Талибан». В 2005 году я получил назначение совершать полеты в Катар. Это было совершенно обычное назначение. Я не слышал ни о чем необычном в то время. Мы прибыли на военную базу «Баграм» в Афганистане. Это была австрийская база, раньше она принадлежала русским. И вот в то время одно из подразделений спецназа убило в горной пещере живого великана. Нас предупредили, что груз, который поместят в самолет, нельзя фотографировать и снимать на видео. Они сказали, что это нечто умерло день или два назад. Оказалось, что это был мертвый человек. Это было страшное зловоние. Этот человек был необычайно огромных размеров. Его рост был примерно 3,7 метра. Мы могли видеть его ступни, так как они не были закрыты. Они были необычайно большими. Он был шестипалом. Я помню, что его взвешивали, и после этого написали его вес, который был равен 500 килограмм. Кто-то из военных, которые его сопровождали до этого, рассказали, что он жил в горной пещере. Недалеко была деревня. И жители этой деревни относились к нему как к Богу. И они совершали жертвоприношение, так как рядом было найдено много людских костей. Он убил всех десантников из первой команды, которая вышла на него. Он был необычайно большим и довольно быстрым и умным для человека таких размеров. Затем была отправлена другая команда. И когда они его захватили, его застали за тем, что он поедал останки убитых из первой команды. Потом его забрал вертолет, а потом мы его уже забрали. Мы его доставили в Катар, а тут его перегрузили на другой самолет. Вероятно, потом его перевезли в США, но точно я сказать не могу. Люди имеют право знать о таких вещах. Я имею в виду, что если на планете живут существа, имеющие рост 4,5-5,5 метров, даже несмотря на то, что военным не разрешают это разглашать, мы имеем право знать об этом, несмотря на то, что это засекреченная информация. Нам нужно знать, чтобы понимать осуществление библейских пророчеств. Да, я согласен. Лично я считаю, что если это точно указывает на Священное Писание, они не хотят, чтобы об этом знали. Если это свидетельствует против теории эволюции Дарвина, об этом не должны говорить. Я хочу отметить, что то, что я видел в годы моей службы, там некоторые вещи я не мог объяснить, как, например, огни в небе, похожие на светящиеся шары, и еще они издавали странные звуки. И даже когда я сам ездил в Ирак и был возле плотины Хадиса, я видел, что под плотиной находятся тюрьмы. Заключенные очень сильно кричали, и было ощущение, что под плотиной происходит нечто страшное. И потом я прочитал в Библии, что под землей заключены падшие ангелы. Эта плотина находится на реке Ефрат? Да, на реке Ефрат. И вы думаете, что это падшие ангелы, заперты под рекой Ефрат? Да, я так думаю. Об этом говорится в книге Откровения. Да, совершенно верно. Книга Откровения 9.14. Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Да, это все странно. Значит, вы побывали в том месте и узнали о том, что там, в тюрьме, которая под плотиной, находятся заключенные? Да. И они очень шумно и необычно себя ведут? Да, очень необычно и шумно. Говорят, что это можно понять, находясь там. На самом деле, люди, которые их охраняют, даже тянули жеребий, чтобы решить, кто пойдет их охранять. Никто не хотел за ним спускаться. Вернувшись в Афганистан, мы все это узнали, что среди местных жителей распространяются слухи об этих гигантах. А что конкретно рассказывает местное население? Они рассказывают, что эти гиганты живут в пещерах, и что они едят людей. Они каннибалы? Да, они каннибалы.